Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 27 ноября, неделя 24 по Пятидесятнице, загованье на Рождественский пост. Православная Церковь совершает память святых правоверного царя Иустиниана I и царицы Феодоры. Святой Иустиниан, выдающийся государственный деятель Византии, великий ревнитель православия, строитель храмов и церковный писатель, был славянином, родом из Болгарии. В его царствовании Византия прославилась военными победами в Персии, Африке, Италии, в результате которых решительно искоренялось язычество среди вандалов и вестготов. По распоряжению царя Иустиниана были закрыты языческие школы в Афинах. С целью распространения христианства в пределах Малой Азии Иустиниан послал туда епископа Ефесского Иоанна, который крестил более семидесяти тысяч язычников. Царь приказал построить для новообращенных девяносто церквей, щедро поддерживал храмовое строительство в империи. Лучшими постройками его времени считаются монастырь на Синае и храм святой Софии в Константинополе. При святом Иустиниане было построено особенно много храмов во имя пресвятой владычицы нашей Богородицы. Будучи человеком разносторонне образованным, святой Иустиниан тщательно заботился об образовании церковных клириков и иноков, повелев преподавать им риторику, философию и богословие. Благоверный государь много внимания и сил посвятил борьбе с оригенистами, возрождавшими ересь Нестериан. Против этих еретических измышлений святой Иустиниан составил песнь «Единородный сыне» и «Слове Божие» и ввел обязательно ее пение в церквах. С этого времени и по сегодняшний день эта песнь поется на Божественной Литургии перед Малым Входом. По повелению государя в 553 году был созван Пятый Вселенский Собор, осудивший учения оригена и подтвердивший определение Четвертого Халкидонского Собора. Святой император Иустиниан заботился о порядке, праве и законности в государстве. Под его руководством и надзором было составлено полное собрание римских законов, дошедшее до нас под названием Кодекса Иустиниана. Новеллы Иустиниана входят во все варианты русской кормчей книги. В личной жизни святой Иустиниан соблюдал строгое благочестие, много и усердно постился. Скончался святой царь Иустиниан в 565 году. Вместе с императором к лику святых причислена супруга его и единомышленница, императрица Феодора, скончавшаяся в 548 году. Она была сначала великой грешницей, сторонницей монофизитов, а потом раскаялась и вела добродетельную жизнь, соблюдая чистоту душевную и телесную. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых апостола Филиппа, преподобного Филиппа Ирабского, святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоницкого, священомучеников Дмитрия Беневоленского, Александра Быкова, Виктора Ильинского, Алексея Нечаева, Михаила Белюстина, Федора Баккалинского, Михаила Некрасова, Петра Титова, Алексея Никологорского, Сергия Знаменского, Николая Дунаева, Василия Лихарева, пресвитеров, священомучеников Александра Покровского, Дмитрия Лебедева, Николая Виноградова, пресвитеров, священомучеников Порфирия, Колосовского, Василия Никольского, Георгия Извекова, Василия Розанова, Сергия Спасского, Александра Чекалова, Сергия Руфицкого, пресвитеров, Николая Богородского, дьякона, преподобно мученика, аристарха, заглодина Кокарева, иеромонаха, мучеников Гавриила Бесфамильного, Дмитрия Рудакова, мученицы Анны Зерцаловой, священомученика, Федора Грудакова, пресвитера, священомученика, Сергия Константинова, пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова